Ленинскому комсомолу 101 год. 29 октября 1918 года был учрежден Российский Коммунистический Союз Молодежи. И говоря о нем, мы вспоминаем всех тех, кто стоял у его истоков. Ефима Цетлина, Оскара Тарханова, Карарывкина, Риму Юровскую, Николая Чаплина, Александра Кондратьева, Рафаэла Хитарова, всех тех, усилиями которых создавалась общая союзная коммунистическая революционная и боевая молодежная организация. В истории комсомола были разные периоды. Но героический, корчагинский период навсегда останется в нашей памяти. И читая роман «Как закалялась сталь», написанный комсомольцем, а затем коммунистом-большевиком Николаем Алексеевичем Островским, мы понимаем, кто стоял у истоков комсомола, что это были за люди и какой огромный вклад они внесли в дело победы революции, а затем и в дело победы красных в гражданской войне в СССР. В коллективизацию, индустриализацию, в защиту нашей советской родины от коричневой нацистской чумы и ее бандеровских и власовских пособников в годы Великой Отечественной войны. Мы отдаем должное эстонским комсомольцам во главе с Оскаром Шером, погибшим в мае 1942 года в подполье от рук нацистской охранки, латышскому комсомольцу Идманту Судмолису с оружием в руках, защищавшим советскую власть и тоже погибшим, удостоенным звания Героя Советского Союза посмертно, комсомольцам Белоруссии, таким как Герои Советского Союза Кирилл Мазуров и Петр Машеров, тогдашние комсомольские работники, а впоследствии крупные советские партийные государственные руководители, многим-многим иным. Это золотой фонд истории нашего Отечества, и никакие карьеристы-комсомольцы, блестяще показанные в сатирических романах Юрия Полякова, не бросят тень на их героический подвиг. Отмечая 101-ю годовщину комсомола, мы твердо обещаем, как старые комсомольцы, продолжить дело поколения Павла Корчагина и сделать все, чтобы Россия под красным флагом вновь пришла на путь социализма.